13 лет назад на базе Медакадемии при МЧС был организован отряд спасателей. Для Тверской области и в целом для России создание таких отрядов принципиально новое решение. Врач должен уметь и владеть навыками и знаниями, которые владеют профессиональные спасатели. По крайней мере для того, чтобы в очень сложных ситуациях получить доступ к пациенту. Добившись значительных успехов и всероссийского признания, тверские студенты уже второй раз приглашают к себе в гости ребят из немецкой службы технической поддержки. В Германии Тиховий-Юнге существует более 60 лет. Процесс обучения там длится с 8 до 18 лет и происходит параллельно с изучением школьных предметов. Русские школьники подготовлены к чрезвычайным ситуациям несколько хуже. Как оказать первую помощь им рассказывают только в старших классах на уроках ОБЖ. Однако студенты Тверской медакадемии, записавшиеся в отряд спасателей, имеют неоспоримые преимущества перед немецкими коллегами. Цели преследуются, тут двойные. С одной стороны, это дать образование врача, но на диплом врача накладывается и еще удостоверение нештатного спасателя России. И Женевской конвенции эти спасатели, они должны быть поддержаны во всем мире. Международное учение проходит в Тверском регионе не первый раз. Количество участников увеличивается из года в год, а бывшие стажеры приезжают уже в качестве руководителей отрядов. Пока тверские спасатели чаще выступали принимающей стороной, но в ближайшее время будет подписан договор о расширении сотрудничества. Мы получим возможности расширить наши международные связи, которые очень-очень нужны, ну и помочь, естественно, включиться в них нашим молодым людям из других вузов и организаций, которые пожелают пойти по этому пути. За 10 дней ребята должны отработать свои знания на практике. Условия тренировок максимально приближены к настоящему. За несколько минут потушить очаг возгорания или преодолеть 70-метровый овраг – задача не из легких. Но именно так выглядят испытания, с которыми регулярно сталкиваются настоящие спасатели. Национальность пострадавшего не имеет никакого значения. Современные методики обучения позволяют в чрезвычайных ситуациях обходиться без слов и объясняться жестами, понятным спасателям всего мира. Для Тихови Югенса студентов Метакадемии были созданы одинаковые условия для тренировок. Однако наши спасатели в одной из категорий показали лучший результат, а именно по числу девушек, выбравших эту профессию. Русских женщин готовы в прямом смысле войти в горящую избу больше, чем в Германии. Я думаю, видимо, у них не принято, чтобы девушка занималась таким, ну это экстремальный достаточно вид вообще деятельности. У нас девушек много, и у них просто мужские увлечения, и очень интересно заниматься мужской вот этой вот деятельностью, развивать волю к победе, участвовать в соревнованиях. Екатерина Карпова, Станислав Конышев, РЕН-ТВ Пилот.